Здравствуйте! Тема нашего занятия – живопись белых предметов. На прошлом занятии мы начали с вами работу над натюрмортом из трёх предметов, один из которых белый на тёплом или холодном фоне. Цель нашего занятия – научиться изображать белые предметы в живописи с учётом цветовых рефлексов и светотени. Сегодня у нас второе занятие по данной теме, второе и последнее. На прошлом занятии мы с вами выполнили конструктивное построение натюрморта, а сегодня нам необходимо выполнить натюрморт в цвете. Задача на сегодняшнее занятие – первое – это выполнить натюрморт в цвете акварельными красками, и второе – это научиться изображать белые предметы объёмно. Необходимы материалы на сегодняшнее занятие. Лист формата А3, акварельный, с выстроенным натюрмортом, с конструктивным построением натюрморта, акварельные краски, баночка для воды, кисти или синтетика, или колонок, или белка, тряпочка и палитра. Ваши работы я буду ждать в то время, на которое мы с вами договорились. Критерии оценивания работ будут следующие. Первое – это грамотное изображение белого предмета объёмно. Второе – это композиционная и цветовая цельность этюда. И третье – это аккуратность выполненной работы. Желаю вам удачи и жду ваших работ. Прежде всего необходимо проанализировать натюрморт. Натюрморт в холодно-цветовой гамме. Свет тёплый, тени холодные. Источник света в верхнем левом углу. Работаем акварелью в технике лисировка. Начинаем работу над фоном. Вертикальная драпировка темнее, чем драпировка на горизонтальной поверхности. Обратите внимание, что драпировки значительно темнеет тон окружки. Поэтому чем точнее мы возьмём цвет фона, тем лучше будет выделяться белый предмет. Аккуратно пишите фон возле цветов, как бы фоном прорисовывая между лебестками, так, чтобы мы видели форму цветка. Также аккуратно пишите фон возле белого предмета. Тогда мы будем более чётко видеть форму белого предмета. Субтитры создавал DimaTorzok Затем расставляйте рефлексы на предметах. Рефлексы могут быть только со стороны тени. Это отражение окружения на предметах. Тем же цветом, что мы писали фон, работаем над рефлексами. Края рефлексов размываем чистой водой. После этого уточним в тоне вертикальную поверхность. Она будет темнее. Поэтому мы её утемняем. Чем ближе к линии стола, тем вертикальная поверхность будет темнее. Белый предмет смотрится ещё более выразительно при утемнении фона вокруг него. Затем расставляем свет жёлтым цветом. Делаем это аккуратно. Жёлтый цвет на краях размываем, уводим его на нет. Не забывайте оставлять блики белым цветом. То есть цветом бумаги. Затем переходим к работе над локальными или основными цветами предметов. Как вы можете видеть, кувшин коричневых цветов. Работаем с этими оттенками. Клубника красного цвета. Кружка белого. Белый цвет мы оставляем белым цветом бумаги. Затем указываем падающие тени. Не забывайте, что тени возле предметов более чёткие. Чем дальше тень от предмета, тем её края более размытые. И сама тень кажется более прозрачной. Не рисуйте тень грубую, тёмную, одинаковую по всей поверхности, по всей длине тени, одинаковую в тоне. Затем утемняем собственную тень на чашке. Обратите внимание, что в переходах от тени к свету на белом предмете будет присутствовать оттенки контрастного цвета той драпировки, на которой находится белый предмет. То есть, если белый предмет наш стоит на сине-фиолетовой драпировке, то переход между тенью и светом в белом предмете будут иметь оттенки жёлто-оранжевые. Лепестки у цветов тоже белые. Их необходимо проработать в тенях. Для этого смешаем синий цвет и ухру. И этим цветом прорабатываем лепестки в тенях. Затем... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Затем утемняем тон всех предметов. Кувши на клубнике. Утемняем тон и тени на белом предмете. В том числе прорабатываем внутреннюю часть кружки. Если необходимо, то утемняем драпировки. Затем уточняем детали на первом плане. Прорабатываем, ещё раз проверяем себя, и работа будет уже... Продолжение следует... Продолжение следует...